Ну, мне чуть-чуть без малого 35 лет, и я занимаюсь в настоящий момент последние, наверное, 5 или 7 лет боевыми искусствами китайскими, и прожил в Китае, конкретно в Шаолине, 5 лет, и это, наверное, моя такая пассия. Сейчас я вот через 2 дня еду снова, после ковидный период еду снова в Китай, снова дороги открылись, вот так что, кто хочет ехать в Китай и заниматься боевыми искусствами, добро пожаловать. А ваши ощущения, что такое китайский язык с точки зрения, может быть, именно вашего мировоззрения и вашей философии? Китайский язык и вообще язык – это просто перспектива восприятия, такая некоторая призма, которая позволяет воспринимать происходящее и непроисходящее в мире материальном. Поэтому язык – это, ну, как призму, если дать один источник света или другой, то призма по-разному раскрывает свет. Хотя и тот, другой свет. И язык примерно так же. Язык помогает визуализировать и передавать информацию. Если, поскольку уж мы в библиотеке, я продолжу эту тему. Чем важны книги? Я однажды задал себе вопросом, почему нужно читать книги и почему именно в книгах больше, почему о них столько много говорят? Это очень любопытно. Я думаю, что в книгах особенность в том, что книги могут гореть, и некоторые книги сгорают. И если сложить причины, почему некоторые книги были изданы, и почему некоторые книги были бережно сохранены, и укутаны теплом, и остались прочитанными, и вот такие книги, которые прошли сквозь это время, они цены. И таким образом это такой естественный фильтр, почему нужно читать книги, потому что не все из них выживают. Спасибо. Спасибо.